РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 31 по 34 и глава 7, стихи с 9 по 11. Давайте послушаем. Не пицитеся, оба глаголище, что ямы или что пьем. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Отрывок, который мы только что услышали, может вызвать ряд недоуменных вопросов. Как же можно не заботиться о том, что будет завтра, если у нас есть масса обязанностей? Необходимо думать о детях, чем их накормить, во что одеть, как устроить в жизни. Думать о своей второй половинке, как ей или ему угодить, о пожилых родителях, как обеспечить им достойную старость. Да мало ли еще, о чем приходится думать современному человеку, без планирования наперед явно не обойдешься. А здесь складывается впечатление, что Господь проповедует поведение, которое в 70-е годы можно было встретить среди хиппи, совершенно беззаботный и безответственный образ жизни. Так ли это? Почему-то на ум приходит одна старая сказка. В одной простой крестьянской семье играли свадьбу. В разгар веселья закончилось вино. И вот невеста идет в погреб, чтобы наполнить кувшин. Вдруг она замечает, что в балке у потолка торчит топор. Села на ступеньки и горько заплакала. Что думает делать-то теперь? Вот поженимся мы, будет у нас сынок. Вырастет он большой, спустится в погреб, как я сейчас, а топор вдруг свалится ему на голову и убьет. Горе-то какое будет. Спускается мать, за ней отец, и со всеми повторяется та же история. Сидят они, пялиться на топор и заливаются слезами от горя. Хорошо, что в погреб спустился жених, который был намного беззаботней своих новоиспеченных родственников и не так серьезно продумывал свое будущее. Он-то и спас их, выдернул топор из балки. Именно об этом сегодняшняя Евангелие. Христос не склоняет нас к асоциальному, безответственному и беззаботному образу жизни. Он просто призывает верно расставлять приоритеты. Ведь если слишком много будешь думать о том, как устроить свою жизнь, рискуешь оказаться заложником своих мыслей и фантазий. Поэтому и призывает нас Господь все силы сосредоточить на исполнении евангельских заповедей и войти уже сейчас, здесь, в радость Царствия Небесного. Чтобы не просидеть всю свою жизнь, как та невеста со своими родителями в мрачном подвале, решая несуществующие проблемы, заливаясь слезами и размышляя во время свадебного веселья о страшном и ужасном топоре. Евангелие. День за днем.